Здарова! Сегодня я начинаю довольно объёмную тему. Это Моровинд. Но перед тем, как перейти к самой игре, я устрою небольшую ознакомительную лекцию, чтобы вы освежили свою память. Короче, где-то во вселенной есть планета под названием Нирн, что с альдмерского языка переводится как Арена. Альдмеры — это древние эльфы, которые, по легенде, населяли континент Альдмерис. У них сначала всё было хорошо, но потом произошёл какой-то пиздец. Есть катаклизмы, гражданская война, ну и, в общем, нет теперь этого континента. И вообще есть мнение, что он никогда и не существовал. Прям как Атлантида. Ну, а впрочем, похуй на неё. На планете Нирн есть несколько материков. Самые большие — это Аковирт, там вроде демоны Фури живут. Вообще хуй пойми, как он выглядит и чё там происходит. И ещё есть Тамриэль, там, где и разворачиваются действия наших игр. Тамриэль — это по совместительству название Империи, которая во время Моровинда полностью контролирует континент и состоит из провинций, которые разделены между собой этническими границами. Соответственно, его населяют Данмеры или Тёмные Эльфы, Норды, Орки, Бретоны, Редгарды, Имперцы, Аргариане, Каджиты, Босмеры, ну и ещё Альдмира есть. Откуда и зачем они появились, я пояснять не буду. Кому надо, тот сам информацию высосет из монитора. Стоит упомянуть первые две части игры. Это Elder Scrolls Arena. Переводится как Арена. Там какой-то злой маг заключил Императора в другом измерении и захватил власть, выдав себя за него. Ну и, естественно, нужно было Императора этого спасти. А ещё там можно было путешествовать по всему Тамриэлю. Правда, из-за графона сейчас этим наслаждаться довольно трудно. Ну и вторая часть — Даггерфол. Если вы не знали, то это столица провинции Хайрок. По сюжету нужно помочь Уриэлю Септиму возродить Нумидиум. Это вот такая огромная хуёвина, с помощью которой первый император Тайбер Септим создал Империю. Даггерфол примечателен тем, что это самая масштабная РПГ в истории. В ней больше 15 тысяч случайно генерируемых городов, деревень и пещер. А также около 750 тысяч NPC. Правда, города отличались максимум парой текстурок, но кого это ебёт. А теперь настало время перейти к Моровинду. Действие игры разворачивается не во всей провинции, а на острове Вандерфелл, где мы и начинаем шпилять. Кстати, я поставил несколько модов на улучшение графики, чтобы картинка была поприятнее, но я попытался сделать так, чтобы отличий от оригинала, особенно в геймплее, было как можно меньше. Фух, наконец-то я смог это сделать. Вы не представляете, как мне надоело нести эту поебень. Я же делаю видео чисто, чтобы поиграть. Какой нахуй познавательный контент, я вас умоляю. Что ж, после пары дней ебли с репаками и модами, я готов начинать. Нам показывают философские мудрости и дают знать о том, что мы играем за чела, который был рождён хуйпайми кем и с какого-то перепугу был отправлен в Моровинд. После чего голос 40-летней тёлки оповещает нас о том, что наш главный герой, помимо этого, ещё и заключённый. Они забрали тебя из столичной тюрьмы. Сначала везли в карете, а теперь в лодке, на восток, в мору. Что ты за иероглифы ебучие? Мне объяснит кто-нибудь или нет? Ну а дальше довольно жизненная ситуация. Вот спишь такой утром, а к тебе подходит пьяный батя, наклоняется и нежно шепчет на ушко. Проснись. Почему ты дрожишь? Ты в порядке? Проснись. Ну и наш герой просыпается. Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Выбираем имя. Его, конечно же, будут звать Данмер, потому что все мы знаем, что Моровинд это земля Данмеров. Как вы поняли, мы с этим парнем уголовники, которых привезли на лодке в Моровинд. И вон дебил идёт забирать нас на свободу. Тихо, стражник идёт. Мы прибыли туда, где вас выпустят. Следуйте за мной. Ок. И вот он, первый глоток свежего воздуха и знакомства с миром. Этим можно было бы наслаждаться бесконечно, если б какой-то еблан не сказал. Вот нужное место. Направляйтесь в док, и вам покажут, как пройти в канцелярию. Наконец-то вы прибыли. Но в наших записях не указано, откуда. Вот так выглядит кастомизация главного героя. Здесь нет такого разнообразия растягивающихся частей тела, как в современных видеоиграх, но зато не нужно долго думать над внешностью. Я вот захотел создать себе Редгарда, потому что их внешне очень сложно отличить от Даммера. Проходим дальше, и в здании нас ожидает дед сомнительной внешности, который говорит... Вам нужно зарегистрироваться, прежде чем вас официально освободят. Это создание класса персонажа. Есть три варианта, но последние два скучные, там можно все выбрать вручную. А вот первый, это определить, кто ты по жизни с помощью ряда вопросов по типу... Ваш двоюродный брат придумал для вас очень обидное прозвище. И что еще хуже, он называет вас так перед вашими друзьями. Вы попросили его прекратить, но ему очень нравится видеть, как вы краснеете. Что вы предпримете? Ну или же... В местной таверне активно обсуждают вашу мать. Слава закону воровскому, меня определили к ворам. Я забрал свой паспорт и пошел дальше. Но перед этим я решил, что стоит спиздить все близлежащие предметы, я же все-таки вор. Ставь лайк, если делаешь точно так же, когда тебя кто-то приглашает в гости. Как говорится, посмотрим сколько нас. Кстати, когда делаешь это при людях, они почему-то возмущаются. Это твоя последняя ошибка, вор. Это твоя последняя кража. Это твоя последняя кража. Эй, там! Это твоя последняя ошибка, вор. Это твоя последняя кража. Выходим наружу, нас ознакомят с интерфейсом, картой. Да, мы прибыли в деревню Сейдонин. И после этого идем дальше. Документы, пожалуйста. Ты чё охуел? Говорим с этим мужиком и узнаем, что главного героя привезли сюда по распоряжению императора Уриэля Септима 7-го. Который дал ему, ну в смысле герою, задание отнести какой-то сверток к Аю Касадесу из города Балмара. Мужик советует отправиться туда на Силд Страйдере. Если кто не знает, Силд Страйдер это вот такая хуёвина. В Морровинде их используют как транспортные средства. Но это всё для пусси-плееров. Я, как реальный хардкорщик, пойду в Балмару пешком. Первый нелегавый персонаж, которого мы встречаем, это Фаргат. Я не буду заострять на нём внимание, так как моя цель это пройти главный квест, но на всякий случай скажу, что он уёбок. Это очень красивое, но в то же время и очень опасное место. Хорошо, что я знаю несколько лайфхаков. Оба, это ж лавэ. Оба, это ж оружие. В Морровинде есть озвучка NPC, но обычно это только фразы приветствия. Приветствую вас. Зато благодаря этому в игре можно встретить больше персонажей, чем в Скайриме и Обливионе вместе взятых. По дороге в Балмару меня ждали приключения. Какого хуя здесь мужики с неба падают, я не понимаю. Рядом с трупом лежит журнал, в котором он пишет, что искал формулу заклинания, которое поможет путешествовать на большие расстояния, не оплачивая при этом дорогу. Ей-богу, лучше бы не выёбывался и на сил страйдерах ездил, как все нормальные люди. Но в любом случае, мне нужно почтить его память. А именно, раздеть до трусов. О, неплохая шапочка. А мне идёт. Я шёл дальше и встретил на своём пути первого противника. Да это же ебучий фуражер! К счастью, в ходе напряжённой схватки я смог его одолеть. Чуть позже на моём пути появилась загадочная дверь, похожая на вход в подземелье. На всякий случай я сохранил игру и последовал внутрь. Там я обнаружил разбойника. Но что может жалкий бандит противопоставить несразимому искателю приключения? Всё-таки лучше пойду в Балмару. Смотрите, как мой Данмер смешно с топором бежит. Живность вокруг менялась. Пейзажи ставали всё более живописными. Знаете, Морровинд соблазняет забить на главный квест и пойти куда-то в другое место больше, чем любая другая игра серии. Но меня сложно сбить с верного пути. Я, между прочим, как-то раз не дрочил целую неделю. Хотя мне очень хотелось. Спустя полчаса увлекательного путешествия я наконец-то добрался. Только посмотрите на это. Балмара – это прекраснейший город, если, конечно, не брать во внимание, что его населяют воры, насильники и моральные уроды. Я зашёл в забегаловку «Южная стена» и поговорил с её владельцем, который сказал, где можно найти Касадеса. Заходим к нему и сразу видно, что здесь живёт алкоголик, перевёрнутые бутылки, разбросанные вещи. К чему всё? Я б тоже хотел знать, к чему всё это стоит, посмотрите, урод. Вернёмся к сюжету. Мы начинаем диалог и узнаём, что Кай Касадес – это член Клинков, секретной шпионской организации. А в поручении было написано, что главный герой должен вступить в эту самую организацию и выполнять распоряжение Касадеса. Также он говорит, что нашему герою нужно прокачаться и стать сильнее, поэтому советует вступить в какую-нибудь из гильдий и намутить себе шмота, что частично можно сделать, поговорив с другими членами Клинков. Я же знаю уникальный лайфхак, поэтому пошёл в сторожевую вышку и спиздил со шкафа очень хороший меч. Ну а потом, конечно же, пошёл собирать ништяки с этих Клинков. Девятипалый. Даёт нам лунный сахар. Чё? Идём дальше. Давай скорее. Ладно. Тьермейлин даёт нам перегонный куб подмастерья. Чё это за хуйня? И последний учитель Клинков в Балмаре это Ритлин. Она даёт доспехи. Отлично. Думаю, я достаточно прокачался, можно возвращаться к Касадесу. Он даёт нам задание исследовать секретные культы шестого дома и Нереварина. Нереварин, согласно поверьям, это сирота и изгнанник, рождённый в определённый день неизвестными родителями. Хммм, кто же это может быть? Пророчество говорит, что Нереварин в один прекрасный день объединит племена всех данмеров и освободит Морровинд от захватчиков. А культ шестого дома тоже в этом всём замешан, поэтому он направляет нас к Хасфату Антаболису из гильдии воинов. Я пытался выжать с него информацию, но этот ублюдок такой, «Не, не скажу тебе ничего, пока не окажешь мне услугу». Ну и у меня не осталось выбора. Ему нужно достать какую-то двемерскую штуку из Аркнтанда. Это название двемерских руин. Если вы не знаете, кто такие двемеры, то это такая древняя и очень развитая раса, которая давно перестала существовать. Пришлось туда пиздавать. Мало того, что ночи ничего не видно, так я ещё на пути встретил какого-то мудака. И потому что у меня непрокачанный персонаж, мне пришлось чуть-чуть посусать. Но спустя некоторое время он лишился всей маны, и мне всё же удалось его убить. Чмо, я унижу твой труп, оставив тебя в одних трусах. Я нажал на рычаг, который открывает проход в руины, и зашёл внутрь. Что же будет дальше, узнаете в следующем видео. Ну, вы поняли, что на этом всё. Идите, развлекайтесь, а я пока буду чистить этот сладкий рулет, как говорится. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok